20 гектаров земли в Бишкеке приватизировала компания Данияра Усенова. Петиция за возврат учебного года с 1 сентября создали в Кыргызстане. Сборная Кыргызстана по футболу одержала победу над Сингапуром. Все подробности, блоги, кстати, прямо сейчас. 20 гектаров земли в Бишкеке приватизировала компания беглого премьер-министра Данияра Усенова. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Дастан Бекешев. По его словам, земельный участок находится недалеко от пересечения проспекта Чингизаитматова и улицы Масалиева. Раньше эти 20 гектаров были государственными. В начале 2000-х годов земля относилась к Чуйскому сельхозу. Затем участок отдали в аренду на 49 лет. В 2005 году Аилу Кмету бесплатно отдал 20 гектаров частной компании. Типа, ничего страшного. Хотя, как бы, ну... ОСО «Праймстор» принадлежит Данияру Усенову. Депутаты Генпрокуратуры и ГКМБ много раз об этом говорили. Однако все так и осталось. Приказы Аилу Кметы нужно аннулировать. В марте 2021 года Генпрокуратура подала в суд, но проиграла. Решение никто не обжаловал, сказал Дастан Бекешев. На сайте change.org появилась петиция за возврат учебного года с 1 сентября. Ее автор считает смену обычного периода обучения с 1 сентября до 25 мая на 15 сентября до 9 июня нецелесообразной. Сделали это якобы с целью преодоления курортного сезона. Но наш резкоконтинентальный климат не позволяет делать какие-либо прогнозы по погоде, особенно осенью. Зато конец весны и начало лета у нас всегда жаркие. Дети и учителя мучаются от духоты. Они морально устали, поскольку привыкли к предыдущему графику, говорится в петиции. Зачем все это? Зачем? Ранее заместитель министра образования и науки Расул Авазбекулу сообщил, что к ним также поступают жалобы от родителей и учебных заведений. Министр поручил аппарату рассмотреть риски, опасность и приоритеты. О решении обязательно сообщим, сказал он. В Минобразование намерены провести опрос по школам и затем обсудить вопрос. Сборная Кыргызстана по футболу одержала победу над Сингапуром, совершив замечательный камбэк. Первый тайм закончился ничьей. Во втором тайме в результате контратаки сборная Сингапура открыла счет на 56-й минуте. Позже на 77-й минуте в ее ворота назначили пенальти. Капитан Кыргызской дружины Валерий Кичин сумел реализовать 11-метровый удар. Спустя несколько минут, вернувшись в сборную, Виктор Майер удвоил счет. Первый матч сборной на Кубак Азии начался с победы Кыргызстана. Итоговый счет 2-1. У сборной Кыргызстана и Таджикистана по 3 очка, у Мьянмы и Сингапура по нулям. Номинально пока у таджикистанской команды есть преимущество, поскольку она забила 4 безответных мяча. Сборная Кыргызстана забила 2 гола и пропустила 1. Следующий тур намечен на 11 июня. В 16.30 сыграют сборные Сингапура и Таджикистана. В 21.00 Кыргызстан против Мьянмы. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Субтитры создавал DimaTorzok